В общем, всем привет, всем здравствуйте, с вами CG Speak, CG Stream, в этот раз с прекрасным Артуром Гимальдиновым. Вообще, я должен был сказать, что с вами Алексей Мельников и Алиса Хуснодинова, но так вышло, что сейчас Алиса Хуснодинова отдыхает в Черногории, расслабляется и медитирует, и поэтому я сейчас буду совсем один. Но я надеюсь, что если вдруг Алиса будет магический волшебный шанс присоединиться к нашей прекрасной трансляции, то она это обязательно сделает. Вот так, поэтому сегодня Артур будет нам вещать, сегодня мы без женской половины, можно сказать, в этот момент. В общем, начнем с классического, стандартного, самого банального вопроса. Расскажи о том, как ты начал рисовать, что тебя сподвигло на это, собственно, с чего все началось. Пожалуйста. Так, всем привет, очень рад наконец оказаться здесь, что пригласили, большое спасибо. И, пожалуй, тогда начну с первого вопроса. Собственно, вопрос не новый такой, часто его задают. Ну, рисовал я как-то вообще всю жизнь, с самого-самого раннего детства, когда еще, наверное, года три мне было или четыре. Вот, и рисовал, ну, всяких роботов, там, срисовывал из мультиков, старался. Ну, и как-то вроде бы тогда прикалывало, и ни о чем, о другом я даже подумать не мог, чем я буду заниматься в жизни. Вот, так что, вот такие дела, всю жизнь рисовал. Ну, ты говоришь всю жизнь, но просто имеется в виду, как учился, как начал работать. То есть, расскажи о своем пути, о том, что, во-первых, о первой работе тоже в CJ, и как ты из, можно сказать, непрофессионального художника стал профессиональным художником. Вот, ну, как-то я рисовал всегда самоучкой был, то есть, не думал идти ни в какую там школу художественную, но как-то меня занесло в ювелирный колледж, только потому что половину, ну, много ребят из класса туда пошло, и там, как бы, можно было рисовать, там был предмет рисунок и живопись, вот. Вот, и, собственно, там начал как-то получать азы такие, там, композиции, штриха, объемов, вот. Но что-то там мне не сложилось, недолго я там проучился, потому что с металлом работать вообще не хотелось, и я пошел буквально через год, наверное, после этого в анимационный колледж на художника-мультипликатора. Сейчас он называется, кажется, театрально-художественный колледж номер 66, если не путаю, давно о нем не слышал, вот. И, собственно, там уже продолжил получать какие-то, ну, знания, там, по композиции. Собственно, обучение там дало мне, ну, огромный опыт именно в пространственном мышлении, поскольку там нужно было, ну, как любому художнику-мультипликатору рисовать там, ну, фазовкой заниматься, композицией. Компоновки делать. И приходилось персонажа, ну, прямо в пространстве сразу просчитывать в голове, чтобы можно было его как-то уже изображать в движении. Вот. И, несмотря на то, что я часто об этом забывал, что, ну, сейчас забываю о том, что там какой-то опыт получил, вот, это, ну, как бы сказалось в положительную сторону. То есть пространственное мышление раскачало, и теперь как-то, ну, проще строить объемы, именно, зная форму с разных сторон, представляя ее. Вот. И, собственно, ну, я думаю, многие уже знают, что в этом колледже мы с Антоном Земсковым познакомились, вот. И как-то, ну, вместе рисовали очень много, там, по этом, по Варкрафтовским стилистикам проходились, там, по Сэму Дидье очень много залипали, фанатели. Рисовали, короче, мы очень много. И я думаю, это был огромный плюс, то есть, что практику такую в свое время уже приобрел. Ну, то есть, ну, каждый день буквально рисовали. Компьютера особо хорошего у меня не было, так что развлечение было именно таким. И, ну, слава богу, собственно, что так все случилось. Вот. И потом, после армии, собственно, у меня не было особого опыта в CG, то есть опыта практически вообще не было. Потому что первое, что я делал, это на маленьком планшете, там, бамбу или типа того. А, Genius вообще был там такой стилус проводом, был прикреплен к этому мизерному планшету. Я сперва делал просто с какими-то комиксными заливками, олдскульными, такими, там, в 2-3 тона на цвет. Вот. Ну, и как-то так особо не развивался. Потому что, вот как сейчас я вспоминаю, сегодня вспоминал, было довольно сложно как-то объемы строить без огромной практики в этом плане. Потому что стыдно, ну, не стыдно, на самом деле, признаться, что живопись я в колледже прогуливал. И был, наверное, только на самых первых уроках портрета так и не дошел, на самом деле. Вот. И, собственно, уже продолжил учиться в CG, даже, можно сказать, начал. Только когда уже в сказку пришел работать, к Антону. Вот. И хотел, собственно, принести, показать, ну, как принести, достать из интернета свои старые работы, чтобы продемонстрировать, как я раньше рисовал. Но, на самом деле, сегодня открыл я эти работы. И это просто печальное зрелище. Мне за них немножко даже стыдно. Я вообще все снес, короче, с компа. Потому что в памяти мне казалось, что я рисовал гораздо лучше. Но думаю, кто раньше, в 2008 году, сидели на форуме CG Warrior, помнят, собственно, как я там что-то делал, учился. То есть никаких особых знаний объема в CG там не было у меня. И только вот, ну, как-то практикой я набирался опыта там, сям подглядывал. То есть огромный плюс и огромную, так сказать, важную роль влияют именно на такие мелкие фишки, которые ты по ходу жизни, по ходу работы где-то подглядывал. То есть небольшие там курсы. А маленькие такие фичи, которые ты где-то увидел, потом попробовал применить на практике. То есть маленькие, они легче в голове откладываются, на мой взгляд. К примеру, как там кисть рисовать, какой свет в тени там делать. Вот. То есть я никогда не смотрел особо таких больших, ну, туторов, там, стримов каких-то. Потому что мне просто не хватает усидчивости. Вот. Единственное, что у меня в голове отложилось, это когда я начинал в CG учиться. Это был туториал, как металл, короче, с помощью оверлея наложить там на какой-то топорик. Я думаю, многие его видели. Очень прикольный был. Вот. Его мне хватило силы, так сказать, посмотреть. Но научился хотя бы оверлеем пользоваться. Вот. И, собственно, с того момента, как устроился в сказку, по нынешний день как-то вот учусь. Учусь рисовать там без туториалов на практике. Ну, где-то кто-то там подсказывает. Вот. Главное. Главное – это практики. Много. Эксперимент. Я очень люблю экспериментировать со всякими фишками. Когда там увижу какой-нибудь стиль у человека или у художника, начинаю сразу пробовать разными путями, как его можно добиться. Вот. Но все-таки понимаю, что лучше свой собственный стиль развивать, чтобы добиться больших успехов в нем. Ну, маленькие такие вот фишечки приносят свой поток. Окей, ушки. Хорошо. А тогда уточняю еще вопрос. Как к своему стилю ты в итоге пришел вот к этому своему? Ну, просто рисовал много, всегда фанател как-то. Кем вдохновлялся? Так. Я, на самом деле, очень много кем вдохновлялся. Самый такой крупный мой кумир – это, естественно, Сэм Вайс с тех времен. А так смотрел, ну, на Джо Мадурейру, там, комиксные такие именно. Это одно время у меня было, когда я от комиксов фанател, вот, и поэтому как-то изучал композицию, там, ракурсы интересные. Вот. Это тоже момент, который принес мне, ну, много пользы, в общем, моё творчество. То есть увлечение именно комиксами. Ну, там, естественно, всякие книжки, там, Кристофер Харт и прочие кучи покупал, вот, и штудировал, там, анатомию именно по комиксам. И как-то, видимо, отсюда у меня такие немножко гипертрофированные лица у персонажей. Именно из-за того, что комиксами, а не классиками, увлекался в своё время. Вот. И как-то со временем просто стал накладывать это более такой живой рендер на таких комиксных персонажей. Вот. Хорошо, суперский, окей. Ты нам сегодня подготовил, я так понимаю, что ты сегодня за стримом хочешь отрисовать этого прекрасного, я не знаю, кто это, орк-десантник, но, в общем, всё, да, предлагайте свои варианты в комментариях, кто это, потому что похоже на орка-десантника, который только-только отпраздновал 2 августа. Ему хорошо, он проснулся с третьего, и, в общем. Так, ну, собственно, твой пейплайн, в принципе, известный из твоих роликов. Ну, вот многие, как мы с тобой сегодня говорили о том, что нам писали много-много сообщений, запросов на тему того, что пусть Артур прокомментирует свои ролики, пусть он покажет всё от начала до конца и так далее. Вот. Ну, собственно, ну, это, конечно, ты начинаешь всегда с лайна, да? Немножко поклоннее расскажи. То есть это, я как бы пробовал, ну, пробовал, экспериментировал и так, и сяк, и лайном, ну, к началу, то есть чёткий лайн делаю. Благо у меня во время учения в художественном колледже, ну, на аниматора рука более-менее не поставилась на лайн-арт. Вот, я использовал его активно. Бывало, что пробовал делать какой-то грубый скетч, а потом просто уже, ну, как бы красить, как вижу, что вижу. Но я понял, что этого делать не стоит, потому что начинаешь как-то увязать именно в мазюканье по одному месту, когда у тебя нет какой-то чёткой формы. Вот, то есть я понял, что мне лучше иметь какие-то границы, на которых я могу уже строить объём. Вот, и, ну, как бы не выдумывать форму по ходу действия. Вот, ну, сейчас у меня такой лайн-арт не слишком, как бы, задроченный, но здесь видно основные, как бы, формы. Вот, и, собственно, расскажу, собственно, как я крашу. И первая заливочка, вот, в данный момент у меня сейчас такой период, когда я пользуюсь градиентами, и под эти необходимости, под эти нужды я себе создал специальную палитру. Вот здесь вот можете видеть. Здесь несколько тонов, ну, серый градации такой, которые отвечают за полутона, за базовый цвет, за свет. Вот, и в данный момент я использую, ну, для заливки вот именно такой тон. То есть это у меня будет базовый, так сказать, базовый цвет. Вот, и, собственно, я им заливаю персонаж, бэкой пока что-то трогать не буду, его потом отдельно покажу. Вот, сейчас зальем этого человечка. Вот, и постепенно уже начинаю класть объёмы. Свет, свет, сень, и расскажу, ну, по какому принципу я, собственно, это и делаю. Раньше я красил на глаз, брал какие-то тона, и красил именно, ну, как красил, разукрашивал в ЧБ по материалам. Ну, то есть, там, допустим, кожа менее отражает, чуть-чуть более тёмное, а то оно металл, там более светлый, кожа тоже более светлая. Но вот для техники именно градиент-мапами я использую всё-таки общую тональность для всех материалов, только передаём как бы отражающую способность. То есть, у меня, ну, в видосах видно, что персонажи все довольно светлые такие по тону. Вот, это специально, чтобы градиент-мап мог наложиться, ну, собственно, на любой элемент персонажа. Окей, позвольте перебить, у нас говорят, что у нас немножко стрим подвисает. Давай сейчас мы быстренько перезагрузим просто трансляцию, буквально на три минутки, ребят. Вот, чтобы у нас стрим сегодня... Мы тебя так долго ждали, мы тебя ждали полтора года, поэтому, да, сейчас, как нам в чате пишут, надо принести кого-то быстро в жертву, и, собственно, сейчас мы разберёмся. Учти, если у нас будет плохое качество трансляции или вообще что-то, мы тебя заставим ещё раз прийти, ещё раз и ещё раз, до тех пор, пока у нас не улучшится всё, не будет всё идеальный стрим с Артуром. Ты не против? Сейчас я переустановлю Windows, точнее, этот Mac обновлю немножко тогда, чтобы всё было окей. Обнови Mac, да, собственно, сейчас все наши зрители обновят трансляцию, ребят, обновляйте. Так, ну давай попробуем. Да. Вроде всё работает. Но, во всяком случае, у меня проседания по FPS нету, да, в общем, всё должно быть нормально. Ох, ребят, извините за технические неполадки, просто у Артура старая версия Mac, ну, то есть не Mac самого, а имеется в виду OS. На операционочке. Да и Mac, на самом деле, старенький, 2008 года компьютер, всё денег нету, чтобы купить новый, вот, но когда-нибудь я добьюсь. Ты сейчас так сказал, что всё денег нет, чтобы купить новый, это на случай, если тебя работодатели слушают, да, намёк такой, тонкий намёк на толстое стояние, да. Я в конце, конечно, намёк ещё пожирнее дам, вот, посмотрим, что из этого выйдет. Да. Ох, ну ладно, продолжай, пожалуйста. Вот, собственно, на экранчике у меня видно, чем я пользуюсь во время работы, то есть это вот паб со слоями панелька, вот здесь у меня кисточки я вывел таким образом, чтобы не кликать всё время в эту фигню, потому что время от времени подтормаживает, да и бесит временами. Вот, поэтому я вывел сюда самые такие популярные свои кисти и передвинул их, ну, просто самый топ, чтобы не лазить, не искать их вот здесь. И у меня, собственно, такой процесс как на работе, так и дома. И палитрочка с моими чёрно-белыми цветами, если можно так выразиться. Вот, и так, собственно, я работаю таким образом. То есть по заранее заготовленной палитре, по сути? Да, да, я просто начал экспериментировать именно вот с этими тонами, я сделал специально палитру, которую, ну, не знаю, по каким-то правилам она может или нет, но, то есть вот в этом месте базовый тон беру, приблизительно в середине палитры у меня тени, собственно, идут, и уже по убывающей и по нарастающей это свет по 50% беру. Типа светлая часть, потом всякие блики и хайлайт. То есть я самый белый и самый чёрный не беру. Ну, и также как бы в обратную сторону здесь у меня самые тёмные места, всё глубже и глубже. То есть чтобы объём был посочнее, я самые тёмные места оставляю для самых-самых тёмных мест. Вот, собственно, повторился слегка. Вот. И я как бы читал там в комментариях, что что-то щёлкает. Да, это моя клавиатура, просто я пользуюсь клавиатурой активно. У меня назначено на неё очень много горячих клавиш, это как-то всё приходило постепенно, то есть не сразу я всё там назначил. А когда было необходимо что-то, назначал новую клавишу, постепенно к ней привыкал. И сейчас у меня, собственно, вся работа на клавиатуре. То есть у меня даже здесь нету панельки вот этой вот с кистями. То есть ты просто переключаешься, всё? Ну, у меня всё, да, всякие функции, кисти, там больше, меньше, мягче, жёстче, пожёстче. Вот, даже палитру вызываю, поставил на клавишу D, английскую, вот, чтобы можно было легко в любой момент её вызвать. Вот. Человек-хоткей. Да, как-то так со временем пошло. Вот, и сейчас продолжу красить. Сразу пару слов, потому что у нас найдутся в любом случае новички, которые тебя спросят про кисти. Пару слов про них, чтобы уже иже с ними. Вот, я могу показать несколько кистей, которыми я активно пользуюсь. Это, вот, сейчас создано новый слой. Вот, это, собственно, самое жёсткое, ну так, чисто чтобы что-то заливать. Ну, когда мне нужно. Очень мягкое, собственно, так сказать, производство, которое делает разного рода градиенты и прочее. То есть это можно совмещать с очень жёсткой кистью, к примеру, мягкого, так, что-нибудь пожарил. Вот, сейчас, секундочку, извините. Филя! Господи, что там у тебя? У тебя там собственный азиат, который за тебя рисует? Я думал, ты просто там рабу приказываешь что-нибудь сделать. Просто раб слишком плохо себя вел и громко шумел. Да, шумит. Вот, ещё есть, конечно, кисточка такая, просто круглая. Люблю рисовать просто круглую кистью, но есть ещё и с наклоном, то есть, мне кажется, которые бывали у всех художников. Квадратными я не рисую, вот, видел просто и такие вещи. Вот, и, собственно, вот здесь остальные кисти, это так время от времени побаловаться, когда там настроение какое-нибудь игривое. Вот такая шершавая какая-то кисточка, приближу. Гениально, это когда у Артура игривое настроение, он балуется кисточками. Да, экспериментирую. Вот, и моя любимая одно время была, это вот такая вот. Вот, но сейчас я по большей части как-то вот кругленько рисую. Ну, и здесь ещё разные, разнообразные. И каждый раз под какую-нибудь необходимость я делаю новую кисточку, если там нужно трепел какой-то разметать или что. То есть, разные у меня тут есть ещё, есть вот с такими штучками. То есть, лучше делать кисти, ну, не скачивать у кого-то там, у крутанов, а под свой стиль, под своей необходимостью, под свои, так сказать, нужды делать. К примеру, если тебе как-то необходимо ускорить там процесс рисования земли, ты делаешь кисточку какую-нибудь шершавую, там, которая раскидывается там по полям сама, типа. Вот, то есть, если ты скачаешь такую кисточку, ты не будешь знать, что ей делать и будешь там, ну, просто красить, к примеру. Вот. И для начала можно обычной кругу рисовать. Тут всё-таки, в первую очередь, важно именно понимание объёма, цвета, вот. Поскольку рисовать ты можешь любой кисточкой, но если у тебя нет понимания, ты ничего толкового из этого не сделаешь. Вот, ну, чё, начну тогда уже тона накладывать. Давай накладывай тона. И, собственно, я так понимаю, что ты сделал, то есть, обвёл силуэтом то, что ты сделал в лайне, разделил там фон с персонажем, и сейчас уже будешь продолжать, пожалуйста. Ну да, вот в данный момент у меня пока что силуэт поверх всего, вот. Но в итоге я, как бы, всё солью в один слой, ну, персонажа, вот. То есть, сейчас копирую на бэк вот этот вот один слой, чтобы потом он у меня остался, когда будет бэк рисовать. Так, и, ну, копирую ещё на дым на переднем плане, не знаю, зачем, посмотрим, что мы сейчас сделаем. Вот, и копирую, как бы, кладу масочкой на персонажа вот этот контур. И, собственно, сейчас сливаю, потому что, в принципе, буду рисовать просто поверх. Вот, слил и начал рисовать. И, то есть, в данный момент, сейчас я уже начну класть объём. И для этого я использую, вот, собственно, уже заготовленный тон для света. И им я буду красить именно то, куда падает солнечный свет, ну, или лунный. Вот, сейчас я, допустим, учту, что у меня свет падает откуда-то, вот, отсюда, на персонажа. То есть, вот так будет его покрывать примерно. И, ну, держа эту информацию в голове, я начинаю накладывать объёмы. Вот, то есть, очень помогает понимание того, как персонаж выглядит в объёме, чтобы ты мог, уже зная, как ложится свет на объёмы, ты будешь делать это абсолютно без проблем. К примеру, вот так вот досюда накладываем, ну, обычный солнечный свет падающий. Вот. Собственно, горячими клавишами ещё активно пользуюсь. И создал, ну, специальную, специальную горячую клавишу для создания нового слоя. Я, поскольку частенько я беру, и вот мягкой кистью, своей любимой, просто, к примеру, вот так делаю здоровый мазок, чтобы маленькими штрихами сейчас не заниматься тут. И сразу же переключаю, к примеру, либо на маску, ну, маска вот тут включается, вот, либо просто ластиком стираю маску. Я обычно включаю, если я думаю, что мне, к примеру, потом ещё понадобится, собственно, то, что я нарисовал. То есть, если, допустим, я стёр лишнее, но у меня там был какой-то красивый мазок цветной, который я хотел бы вернуть по этой маске, очень легко, ну, собственно, его... Расправить обратно, да. Да, вот, но в большинстве случаев мне это не пригождается, поскольку я потом всё равно всё сливаю в едино. Вот, собственно. И, ну, как бы, постоянно просто создаю новый слой, чтобы не париться там о контуре, чтобы не выйти за него, и не рисовать там, к примеру, очень-очень аккуратненько. Я просто создаю новый слой, сжахываю мягкой кистью, лишнее стираю. Потом, ну, сливаю слои, и, к примеру, создаю новый слой. На нём опять там, либо мягкой кистью, либо, ну, какой-нибудь обычный, начинаю дальше класть. То есть, раньше я очень много времени тратил на то, чтобы аккуратненько, не задев там силуэт, класть вот так вот объём, свет. И я ловился на мысли, что частенько очень-очень начинаю так задрачиваться, аккуратненько, чтобы не зависнуть. Ну, и как-то со временем понял, что лучше мягкой кистью, к примеру, жахнуть его тут по объёму, не парясь о том, чтобы аккуратненько что-то делать. А ластиком уже, собственно, создаю контур. Вроде того. И это значительно как-то раскрепощает так. Хорошо, отлично, окейушки. Я просто помню твой пайплайн на примере ещё достаточно относительно старого видеоролика, который называется Hellcook, где ты рисовал такую демоницу на одной из старых работ. И я смотрю, что пайплайн очень сильно изменился. У меня он вообще скачет, на самом деле, туда-сюда. В какой-то момент я просто перестал следовать на каком-то конкретном пайплайну, потому что люблю как-то экспериментировать там со стилями, с пайплайном. И, ну, очень часто меняется он у меня. В худшую или в лучшую сторону, не знаю. Но есть такое дело. Да ладно, по-моему, всегда в лучшем. Ну, дай бог, хотелось бы в это верить, конечно. Вот, я просто сегодня ещё, ну, как бы, заглядывал в Hellcook. Там, по сути, я просто, ну, красил. То есть, постепенно вот так вот от места к месту переходил. А когда ты открыл для себя вот этот градиентный покрас, которым ты вот... А это что-то... Смотрел какой-то туториал чувака, где он рассказывал, как сделать очень классный там тон кожи. И он, ну, довольно толково рассказывал, что там, типа, есть у нас мышцы, на них лежит кожа, она, типа, имеет какую-то прозрачность, поэтому, ну, должен быть такой розоватый оттеночек местами. Вот. И в конце ролика он сказал, что есть ещё более простой способ, как бы, более читерский, чтобы всё это делать. И показал там свой набор градиент-мэпов для кожи. Вот. И, собственно, в тот момент это была, опа, интересная тема. И, ну, решил попробовать такой. Скачал там его несколько штук, смотрел, как они работают, начал экспериментировать именно уже под свои цвета. Вот. А, кстати, что за художник? Потому что у нас по-любому потом спросят, и будут на Ютубе писать, что же за художник, у которого Артур посмотрел. Блин, я не помню, как его зовут. Какой-то, ну, знаменитый, довольно чувак на Ютубе. Вот я могу потом найти, он у меня в видеозаписях есть, должен быть сохранён. Кот там шкафу дерёт. Вот. И, собственно, ну, ещё про горячие клавиши скажу, что у меня есть горячие клавиши, которые делают маску вот эту вот. Ну, то есть не вот эту, векторную или какая она там, а которая с зажатым альтом, если кликаешь между двумя слоями, то верхний слой делается масочкой по нижнему. И не выходит за границы уже нарисованного типа. Вот. У меня это стоит тоже на горячей клавише, чтобы я очень быстро мог скакать, создавать новые слои. Вот. И сейчас я как бы продолжаю класть объём. То есть, учитывая, что он у меня слева чуть-чуть в три четверти идёт, зная форму, я кладу светлые участки. Вот. К примеру, полутени я могу светлым не закрашивать, но там тоже получится интересный такой цвет, когда градиент мэпов буду класть. Вот. И, в принципе, вот именно техника градиент мэпов подходит для ну, концепта арта, где у вас есть какая-то цветовая схема, полит. И вам нужно, к примеру, там несколько цветовых вариаций делать одного персонажа, одного моба. Можно делать вот такое чёрно-белый рисунок и просто накидывать там в градиент мэп, скопировать то, что получается в отдельную папочку и, ну, потом создать эту папку, ну, копировать её, создать дубликат и просто градиент мэп там, допустим, поменять. И, собственно, у тебя меняется уже общая цветовая схема, но с соблюдением там объёма. до объёмов всех, которые ты уже задал. Я нечто подобное видел, по-моему, у Энтони Джонса, чтобы не соврать, но он там про освещение просто рассказывал, про освещение градиент мэпом. Я думаю, что это похожая технология. А, это уже старая такая тема, где там, типа, можно сделать закат из-за этого. Я недавно тоже натыкался на подобную роль. Да, 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 да. Вот это вот. Вот. И, ну, интересно, конечно, что эта тема уже очень давно есть, существует. Ну, да, популярность вот сейчас вот. Сейчас всё больше и больше о СиДжее узнают люди. Ну, да. Ну, вот. Можно красить, как бы, мягкой кистью просто впоследствии там создавать уже ручками более жёсткие какие-то границы. Да, вот, кстати, вопрос сразу, ну, это, по сути, не перебью, он в тему идёт, что вот Мария пишет, что... Сейчас зачитаю вопрос. Как раз, да, крашу мягкой кисточкой, но картинка в итоге получается очень сильно размыленной и разблюренной. Как избегать? Вот. Вот. Раньше у меня такая проблема, кстати, тоже была. Один вариант это в итоге, ну, подшарпить картинку. Но другой вариант попутно с мягкой кистью использовать более жёсткую, чтобы, к примеру, вот сейчас покажу. Вот здесь, если видно, очень мягкие такие такие-таки градиенты. К примеру, в этот момент можно взять жёсткую кисть и сделать, ну, не полениться, и сделать вот более жёсткую грань, к примеру. И чем чаще это делать, ну, чередовать кисти, тем, собственно, эффект будет на лицо. Картинка не будет выглядеть разблюренной, а будет иметь, наоборот, такие контрастные местами элементы, местами такие мягкие. Мягкие – хорошо, чтобы какой-то общий объём положить. Вот, к примеру, Тайсон Мёрфи, художник, он как-то рисует-рисует и очень много пальцем размазывает, поэтому у него получаются такие разблюренные, размазанные как бы места, да, но он потом поверх них жёсткой кистью уже фигачит повторно. Мне кажется, король блюра у нас Стефан Сейк, который просто на Ютубе был одно время очень сильно популярен, потому что он сначала, наоборот, делает жёсткой кистью какие-то кривые мазки, а потом берёт палец такой фигак-фигак и вся картина готова. Ну, вот, у каждого своя техника. Этим мы и прекрасны. Да, безусловно. Кстати, а ты не экспериментировал со стилистикой вообще? У тебя, в принципе, мультяшный стиль можно отнести такой стилизации, а вот не пробовал с ударяться там в фотореализм или ещё во что-то такое подобное? Что-то вот подобное пробовал, но скорее, наверное, по необходимости там на работе. Вот. Я как бы пытался, вроде было интересно, но понял, что этому ещё нужно учиться, вот, тратить время и всё-таки решил, что лучше в более мультяшной, поскольку я уже умею в ней что-то делать, красить. Лучше уж тогда продолжу в ней развиваться. А так было одно время интересно. Там, когда насмотришься на какого-нибудь там, Адриана Смита, на Пола Боннера, на Бромыча, вот, хочется делать что-то такое же. Но в итоге понимаешь, что до этого ещё учиться и учиться надо. Но всегда можно, как бы, использовать фоторил элементы там в стиле своём, совмещая его с чем-то дополнительным. А ты использовал вообще вот какие-то фоторил элементы? Ну, то есть, в том смысле, что вот в твоём стиле, то, что это стилизация, да, тут как бы бессмыслен фото баш, потому что, ну, будет смотреться имплантированным, там, бессмысленные какие-то новые такие фишки фотошопа, которые забиндены, скажем так, на более реалистичный. Но при всём при этом у тебя такой свой, скажем так, читерский подход, вот, как ты говоришь, там, свои кисточки, свои вот эти масочки и так далее. Что из этого, скажем так, с чем из этого ты экспериментировал, как ты к этому пришёл и вообще, какие у тебя есть такие сверхсобственные методы быстрой реализации работы, помимо градиентного покраса, о котором мы сегодня говорим? Вот, ну, как бы ЧБ, один из таких читерских моментов, которые используют многие, вот, либо стараться как-то не заморачиваться над тем, как ты красишь, а просто, ну, фигачить много, естественно, имея понятие, как это всё выглядит, как это объём должен лежать, это приходит с опытом, ну, с практикой. Вот, просто когда рисуешь как-то быстро, не думая о том, как что, собственно, должно быть, ты как-то что-ли вроде раскрепощаешься немножечко так, и вроде делаешь-делаешь, не знаем о чём, а буквально через, может, полчаса у тебя очень много работы уже наделано, и на неё достаточно уже какой-то дальше оверпейн делать на готовых там цветах, на готовых формах, то есть это гораздо уже проще будет, чем вырисовывать аккуратненько, так что-то. Вот, нужно, в общем, не бояться, дать жару и не задрючиваться вот на одном маленьком каком-то моменте. Попробовать, как бы, получится, не получится. Вот ты, кстати, правильную вещь сказал, не задрючиваться на каком-то маленьком моменте. У многих художников есть такая фишка, что они уходят сразу в, то есть не от общего к частному, а уходят во что-то мелкое сразу, то есть, в серии вот я рисую, как вот ещё тоже Ваня Смирнова говорил и так далее, что вот я рисую орка, а вот я сейчас не определив свет, нарисую ему там крутую серёжку или цепочку на шее. Как этого избежать, по-твоему? Ну, мне кажется, это только какая-нибудь самодисциплина и там наступаем на грабли. Вот, но, как сказал один мой знакомый, главное, чтобы вставляло, то есть, если тебе нравится рисовать таким образом и тебя это штырит, получай удовольствие от этого. А дальше, ну уж, сам поймёшь рано или поздно, что не стоит этого делать или стоит наоборот. Вот. В общем, главное, это получать удовольствие от рисования, а остальное придёт. Отлично, прям позитивнешно. Так, сейчас мы обновим нашу прекрасную табличку. У нас уже тебя так долго ждали, что мне кажется, что некоторые вопросы уже заранее просто решили написать, всё. Вот. О, господи, всё. Я открыл список и у меня просто помутнение в глазах было. Так. Ох. Ладно, откроем этот вопрос. Смоук задаёт, правда ли, что в армии сильно помогает выжить, умение рисовать, просто бытует такой, например, товарищи из худучилища, худилище очень помогло. Да-да-да, есть такое дело. Умение рисовать вообще во многих местах помогает как бы выжить. Вот, ну, в армии вот у меня, да, было много моментов, когда там рисовал всякие, ну, дизайнерские какие-то на стенах элементы, вот, там, стенгазеты, как в школе, в колледже, так и в армии. вот, человек, который с нами, ну, работал, как бы не служил, но работал, он очень много тоже рассказывал про то, как его там, из-за того, что он умел рисовать, заставляли, ну, то есть, он не занимался там, не рыл траншеи всякие, а он рисовал там на заборе птичку, скажем так, двуглавого орла, вот, то есть, там все-таки есть какие-то поблажки такие. Ну, то есть, и серия художнику выживать, это как Лео Хауа тоже говорил, что художнику везде будет офигенно, потому что ты там в коптерке или просто димбельские альбомы рисуешь, или еще что-то подобное. То есть, там портрет дедов можешь рисовать, либо татуировки, если вдруг на зоне оказался. Я там не был, конечно, и не слышал, как там художникам, но всегда хотел, ну, любил, так сказать, думать, что художникам там тоже неплохо, типа, умеешь такие красивые татухи рисовать, будешь потом всем бить, всяким местным. Ну, мне хотелось в это верить, как бы, дай бог, никуда так не пригодится испытать. Вот, вот, да. Лучше уж давай закончим на армии и все, чтобы это просто осталось. Хорошо, супер. Так, теперь дальше. Ох. Тоже спрашивают. Привет, Артур, видел один из твоих PDF-работ. Заметил, что ты, может быть, PSD, я не знаю. Заметил, что ты используешь цветовую подкладку. Скажи, пожалуйста, как ее эффективно использовать, чтобы она подсвечивала и помогала усложнять цвет? Так, на самом деле, вот не совсем понимаю, что такое цветовая подкладка. Это, наверное, типа, самый нижний слой, когда заливаешь одним цветом, да? Ну, наверное, я не знаю, что человеком на виду. Человек, если ты в чате, уточни свои вопросы, мы тогда зададим лучше. Просто вот, я когда выкладывал PSD-шники со всяким там фишманом, где такой у меня на коричневом фоне, такой человек-рыба, да, там, опять же, из области экспериментов у меня было, то есть, я насмотрелся там каких-то классиков, которые, ну, сейчас даже концепты делают, вот, и у них это, они там маслом писали, по-моему, и у них, да, было залить сначала вот одним цветом, все, потом поверх они красили. И, на самом деле, вот попробовав такую технику, мне понравилось, то есть, у тебя получается, что у тебя не будет каких-то прям черных теней, таких, ну, бесцветных, у тебя будет такой, коричневатый оттенок, если, допустим, не закрашиваешь там его по-своему, потом, вот, и в местах, где ты не прокрасил, у тебя проступает такой интересненький, коричневый, или любого другого оттенка, собственно, тон, цвет. То есть, меня это прикололо, несколько раз я так красил. Окей, хорошо. На самом деле, я смотрю, что у нас прошло, вот, считай, там, с перерывом, с перебоем 45 минут всего, у тебя уже так объем решен, и так далее. Я заметил, что ты, ну, как ты говорил, ты сразу сливаешь с лайном собственно слой, и начинаешь красить поверх. Как, вот, по твоему мнению, здесь не убить лайн, то есть, не потерять ту изначальную форму, которую ты хотел лайном показать, и так далее? Ну, просто в данный момент, я еще местами лайн оставляю. Вот, и он мне как-то служит таким ориентиром, поскольку он у меня особо такой, не, ну, не прямо супер аккуратный, якобы не боюсь его там закрасить. Если бы он у меня был прям, ну, одной линией, типа, такой нарисованный, вот, мне бы было как-то, ну, жалко, я же там старался, типа, я бы боялся его закрасить, а так? Нет, просто как-то со временем уже своя техника такая появилась, что объемочки кладу, не опираясь, как бы не оставляя их, лайн в итоге. Здесь просто? Вот, просто, то есть, допустим, впоследствии, когда я там сейчас возьму лишние тона, которые сейчас в данном этапе не должны мелькать, вот, допустим, светленьким здесь, хорошо, и каким-нибудь темным тоном я, ну, вот здесь, допустим, мазну, в месте, где у меня был там лайн-арт, здесь, здесь, то есть, какие-то такие последствия его все-таки сохраняются, вот, но самого лайн у меня в итоге не остается, в большинстве случаев. Окей, я отвечу людям в чате, которые волнуются, еще раз отвечаю, с Алисой все хорошо, Алиса отдыхает в Черногории, просто мы не могли упустить возможность, когда Артур сказал, что у него будет время, в конце концов, мы ждали его полтора года, вот, у Алисы там проблемы с Wi-Fi, то есть, у нее нет связи, вот, там плохо работает интернет, если бы там был интернет, то я думаю, что просто сразу бы с лета она бы влетела в конференцию, порхая как бабочка, и жаля лук пчела, и не мог не провести эту цитату, вот, ну, вот, так что, да, жалко, ребят, Алиса сегодня будет, да, мне тоже очень жалко, но вот, ребят, сегодня без Алиски, вот, она, с 10-го числа будут снова стримы, стримы с Алисой, поэтому, да, здесь написано, это мужской суровый стрим, брутальный, вот, как раз можно почесать щетину, подумать о чем-нибудь, да, пацанский разговор, пишут, ну да, пацанский разговор, рисует такого полудесантника, полугопника орка, вот, отлично, да, ладно, вернулись к вопросам, в общем, тогда скажу, кто это должен был быть изначально, кто это, изначально хотел нарисовать хеллбоя, все-таки, хеллбоя, тогда сидел, не знал, кого, собственно, изобразить, я такой, ну, а почему не хеллбоя, вот, но в итоге решил нарисовать другого персонажа, именно чтобы тон кожи показать разный, потому что, ну, хеллбоя, красный тон кожи, там особо ничего не сделаешь интересного, вот, а здесь покажу, как можно с помощью гурдиент-мэпов нескольких накладывать, разнообразный тон. Круто, рисовал хеллбоя, получился такой десантура-гопник. Да, должен был еще быть гопник в какой-то момент, но я не вспомнил, как у них на этих, на гопских шапочках полоски идут, и решил сделать просто черепочком. Окей, хорошо. Так, посмотрим, что у нас еще по вопросам. На самом деле, я могу просто, знаешь, как это, втыкать на твою работу, просто смотреть, наслаждаться, а ты будешь так иногда пояснять, что ты делаешь, и все. Иногда у нас бывают такие гости, за чьей работой просто удовольствие наблюдать, знаешь, ты, во-первых, рисуешь быстро, ну, то есть, действительно быстро у тебя появляется объем, и ты не заскучаешь, и можно просто так залепнуть, и все хорошо. Ну да, я просто не очень люблю мелкие детали, ну, как бы прям выдручивать. Это не в меру того, что я не люблю мелкие детали, а в меру того, что не хватает терпения очень-очень так долго что-то вырисовывать. На работе хорошо, когда тебе дают там срок какой-то, и ты сидишь, делаешь не спеша. Вот, а дома мне хочется как-то побыстрее сделать уже, и там что-то другое рисовать. Вот. Окей. Кстати, а про, как сильно различаются задания по работе с тем, что ты рисуешь для себя, потому что я поясню вопрос, откуда он взялся. Дело в том, что у многих художников, у них задания по работе похожи на то, что они рисуют дома, то есть, их поэтому там, условно говоря, и наняли. А у тебя насколько сильно это разнится, если можно чуть-чуть подробнее, ну, чтобы не нарушать НДА, конечно, но так. Ну, то есть, естественно, на работе в данный момент приходится рисовать не то, что я привык. Вот. То есть, нужно рисовать то, что надо. То, ну, зависит от проекта. Как бы сейчас у нас проект, так скажем, не мой фаворит. То есть, вот подземелье, там, осада, я рисовал просто с наслаждением. Там были как бы гоблины и все такое. Все, что я люблю. Я, кстати, больше всего люблю гоблинов рисовать. Гоблинов? Да. Не знаю, может быть, заметно, но в последнее время, конечно, стараюсь меньше, чуть больше разнообразия выносить. Ну, последний гоблин, который я видел как раз там с градиент мэпами, вот в этом уроке, где как раз-то PSD прикладывал, у меня он показался, что он похож на Добби. Да, да, да. Так и задумывалось на самом деле, только более брутальный такой, как бы. Брутальный Добби, который навешивает люлей. У меня вообще была идея типа сделать, ну, полную квиддич-команду, но состоящую из таких... Из дымовиков? Не-не-не, из очень странных таких персонажей, типа как у Терри Пратчета там, ну, всякие тролли, то есть, которые обычно... Терри Пратчет, это прекрасно. Да, я не скажу, что читал, но смотрел фильмы, как бы, пытался смотреть мультики, но не выдержал. Цвет волшебства был одним из тех фильмов, которые я видел еще, не в детстве, но в общем... он не шикарный. Я под него обычно засыпал. Не из-за того, что он типа нудный, я просто его очень люблю, я когда спать ложился, я его включал себе, буквально там через, может, минут 30, все, вырубался. Да, шикарно, шикарно. Не, ну, я Пратчета читал, я фанат Пратчета, люблю его очень сильно. и спрашивает у нас прям аноним, аноним спрашивает, вы проходили какие-то CG-курсы за все время? Я думаю, что здесь можно расширить вопрос, просто включая там, покупал ли ты Гамроуды какие-нибудь, там, онлайновые курсы какие-нибудь брал, или скачивал, может быть. Да, у меня бывает, я как бы очень люблю покупать всякие вещи, но не думаю прям деньги тратить. Я бывал, да, покупал там, сейчас я вот подписан на Мистера Джека, по-моему, на Зерониса был подписан, но что-то понял, что на самом деле не то, что мне нужно. А подписан где? На Патреоне. На Патреоне, то есть ты именно покупаешь подписки на Патреоне? Да. У Зерониса я, по-моему, один раз купил за 10 баксов на этом, на Гамроуде. Вот, что-то. Но, как бы смотрел, что там никакого колдовства нету, то есть просто чувак рисует, и все. Вот, приятно наблюдать за работой Сэма Нимсона, то есть, как он все объясняет, очень интересно. Вот, и смотрю время от времени его видос, когда попадаются. Вот, а всякие, ну, именно в образовательных целях вот в последние годы у меня не получалось просто, потому что, ну, не находил таких, которые бы оказались полезными. Это либо реально идти, ну, учиться где-нибудь там, по скайпу, или как они, я даже не знаю, это все проводят, вот, либо смотреть бесплатные видосы с каких-то лекций. Вот, поскольку он на всяких Гамроудах там, ну, просто процесс рисования, которые я сам много раз уже выкладывал. Такие дела. Так что, наверное, скажу, что не особо я на курсы такие ходил. Окей, нет, просто многие даже профессиональные художники коллекционируют, знаешь, курсы, то есть, скачивают в большие количества и так далее. У тебя такого нет? Скачивают-то я тоже скачиваю, но я их в итоге не смотрю, потому что, ну, уже нереально, когда ты там накачал кучу просто видосов как-то. Нет, что ли, мотивации, что ли, начать? Это, знаешь, как у меня тоже была такая история, я на одном из стримов сказал, что мне перепало то, что отдали там 150 гигабайтов гамроудов, туториалов и все на русском языке уже переведено. У меня потом личка просто взорвалась, и я пришлось это все к чертям просто буду удалять. Такой, так, все, все, что я смотрел, нафиг, до свидания, Вот это фортануло. Да, вот это фортануло, отлично. Так, Песчаный Лис спрашивает, Артур, существуют ли в CG возрастные рамки? Например, я знаю человека, который в свои 45 начал работать в CG уже в проектах, но близкие его критикуют, мол, поздновато начал, все такое и так далее. Спасибо. Ну, мне кажется, это зависит от близких, либо близкие радуются тому, что ты делаешь, либо критикуют. То есть, рамок-то, естественно, нет, занимаюсь любимым делом, лишь бы у тебя руки работали, как бы, ну, не сводило ничего. Это же все-таки не футболисты. Я вообще надеюсь, что я буду рисовать, ну, там, до конца своих дней, грубо говоря. То есть, если будет все нормально функционировать у меня. Мы все будем на это надеяться. Да, просто, я на самом деле, учитывая, что всю жизнь рисовал, я не знаю, чем еще заниматься, то есть, когда в какой-нибудь момент приспичит, то есть, на завод разве что идти. А, кстати, как ты думаешь, как будет дальше CG развиваться, потому что дальше все становится, серия все страшнее, страшнее. Знаешь, когда появились планшеты, все традиционные иллюстраторы, кто-то перешел, кто-то наоборот, те, кто отрицал, они там, лишились работы и так далее. А сейчас CG уходит в такую среду, что там уже стираются рамки между 3D и 2D, все это усиливается. Что ты думаешь по этому поводу и что вангуешь? Ну, я думаю, что все будет развиваться вообще дальше и дальше, там, 3D, да, сейчас многие рисуют, и нужно, ну, подстраиваться под это, именно хотя бы, ну, с интересом каким-то подходить, там, экспериментировать, пробовать, потому что рано или поздно одно сменит другое и лучше быть готовым к этому. Вот. Я не застал момент, когда там, ну, планшеты только появились, потому что, когда я начал рисовать на компьютере, планшеты уже во всю использовались, ну, конечно, такие маленькие, вот, и меня как-то это не коснулось. Я, по большей части, рисовал на бумаге только из-за того, что у меня не было нормального компьютера. Вот, поэтому как бы рисовал. Как появился, сел рисовать, забросил карандаш, краски я вообще не трогал. Вот. И, собственно, начал так. Развиваться все будет. Я думаю, я планирую, чтобы развивалось. Просто я видел многие сейчас, как бы, видосики, где там в 3D как-то лепят. Ну, пока что очень скетчево, но, я думаю, лет через, может, пять, может, максимум, уже все будет активно, активно, такие полотна шикарные, там, много, персонажей будут на одном листе. Лишь бы компьютеры тянули, или что там будет у нас. Вот. Вот. Сейчас я рисую руку, и вот, все-таки рекомендую разобраться в том, формах, как они идут, там, где костяшки, чтобы можно было в любой момент, как бы, уже по-своему интерпретировать, там, под свой стиль. То есть, не просто делать какие-то наброски, там, рук в разных положениях, а именно разобраться в структуре, где там костяшки выпирают. Со складками, там все сложнее, конечно, это, бонар, со складками очень хорошо дружит. У него складки шикарные, как на джинсах, прям всяких, висячих. Вот. Ну, хотя бы базовые какие-то формы нужно изучать, именно, пробовать, смотреть, как они идут, чтобы легче было красть именно по объему. Окей, хорошо. Кстати, дополню вопрос. Сейчас рисуешь штрадишки? То есть, я видел кто-то на скетчдэй и так далее. Приходил, кстати, приходи на следующий скетчдэй, мы тебя все ждем. Нам уже даже писали, две девочки написали такой трогательный пост, что, типа, узнали, что Артур Гимальдинов приходил на скетчдэй, типа, не застали его, как раз девочки, которые у нас ходят на мероприятия. Вот. И такие, блин, а почему он снова не приходил какого там, какого лешего вообще? Я бы с удовольствием как бы пришел, просто не всегда знаю именно о том, что он проходит. Вот. А так я вообще люблю потусить. Хорошо. А вот уточню вопрос. То есть, ты сейчас в традишке все равно подрисовываешь дома? Только есть какие-то скетчи. То есть, красками я не рисую вообще уже лет, наверное, десять. Вот. Я когда комиксами увлекался, еще делал какие-то рисунки такие, а-ля, там, манго-стайл, вот. Но с красками я никогда особо не дружил. То есть, интересно, но много мороки. Проще взять вам карандашик и что-нибудь нарисовать. Я карандашом делаю, ну, или ручкой. В основном всякие скетчи, когда мне нужен какой-нибудь персонаж там по фрилансу изобразить. Вот. Я делаю несколько скетчей на бумаге, потому что на бумаге как-то лучше чувствуется, что ли, все это. Я даже подумал о том, чтобы стилус как-то модернизировать, чтобы он был тоненький, как авторучка. Но я не инженер, так что я пока что встрял в этом вопросе. Вот. Но рисовать я люблю карандашами. Хорошо. Так, посмотрим, что у нас дальше. Я просто сейчас смотрю за кистью, мне напоминает чем-то вот кисть этого персонажа. Обложку книги, по-моему, Майк Матесси называется, типа, динамическое рисование рук, что-то такое вот. Там похожая рука была с такими искривлениями, как сказать. В общем, как бы огромный плюс, если кисти рисуете прям такими разнообразными в каких-то сложных положениях, сложных ракурсах, где один палец там заходит на другой, к примеру. Это очень прям развивает картинку и фантазию. То есть нужно не бояться экспериментировать, делать что-то нестандартное. у меня не всегда получается, но я стараюсь. Я стараюсь. Да ладно, все у тебя получается, блин, всегда. Время – это времени. Хорошо. Фен или Фен спрашивает, есть ли у тебя какие-то методики, когда времени очень мало, сделать нужно быстро, качественно и в сроке, помимо покраски? На самом деле у меня давно такого не было, потому что на работе всегда дают времени, даже больше, чем необходимо. А на фриланс я как бы с фрилансерами сейчас, то есть не сотрудничаю ни с какими крупными компаниями, кроме как для Хардстоуна рисую, но у них там сроки вообще просто божеские, буквально пару месяцев на работу дают, поэтому не было никаких таких казусов у меня, когда очень-очень быстро нужно. Может, мне бы хотелось, конечно, чтобы на работе нужно было много скетчей, сделать там, но такого нету. хотя есть там, допустим, скетчи логотипов каких-то на официальной работе. Не секрет, что у нас художники в Роккеджампе рисуют вообще все-все-все, и карты, иконки, и интерфейсы, и логотипы, игр, и вообще все-все-все делают на самом деле, вот, поэтому время от времени приходится что-то такое делать, иногда ускоряться там. Но когда надо очень быстро что-то сделать, какой-нибудь, ну, скетч, там, икона, к примеру, я просто накидываю какие-то такие прям грубые какие-то скетчи, которые передают идею, и лучше, на самом деле, когда сделаю несколько штук, сразу показать, кто принимает продюсер, или кто, чтобы он сказал вообще в каком направлении двигаться, то есть, может, ты самый, ну, как у меня большинство случаев бывает, делаешь первый скетч, и, ну, вроде тебе прикольно, идея, которую ты сразу хотел сделать, но из-за того, что нужно много скетчей делать, ты делаешь еще там из пальца высасываешь штук шесть, и в итоге, когда показываешь продюсеру, он такой, вот, этот клевый, и показывает на самый первый скетч, то есть, у меня постоянно, ну, может, не прям постоянно, но очень часто такое бывает, поэтому я стараюсь сейчас сразу показать, ну, когда уже несколько есть, чтобы решить, что делать дальше, он как-то, и мотивирует себя, что ли, когда скажет, допустим, о, хорошо, давай вот в таком плане двигаться дальше, да и вообще, ну, не будешь делать лишнюю работу и сидеть там что-то из пальцев высасывать, вот, поэтому делать такие грубые скетчи, там, которые впоследствии уже, ну, более аккуратно можно вырисовывать, если там что-то увидели в нем, увидели в нем, так, собственно, практически вот закончил с наложением падающего света основного, дальше будет что? ну, дальше сейчас будут тени попадающие накладывать, вот сейчас несколько, то есть вот этим светом нужно по возможности класть на прям довольно обширной площади, поскольку это один из основных будет тонус, а потом еще, ну, уже бликами такими дальше накладывается. Шикарно вырисовывается, просто прекрасно. Сейчас будешь рассказывать про тени, потому что тоже был вопрос, вопрос в личку пришел, что как раз тоже, у нас сегодня почему-то вот ты упопулярен у женщины, тебе сегодня девушки пишут вопросы, потому что где-то, ну, примерно 80% вопросов поступает от женской половины, там большой абзац, если сокращать, девушка пишет, она тоже красит по ЧБ, вот, и она очень сильно зарывается, у нее грязь получается из-за того, что не получается, то есть маленькие точки на объем, то есть на освещение, и сразу, сразу подключает тени, получается грязь, вот как избегать и так далее, советую что-нибудь такое. Так, если честно, не совсем, не совсем понял вопрос, вот можешь попробовать, как-нибудь может, либо повторить, либо мы перехватили, там что-то прото, и просто было. Ну, вот Екатерина, добрый вечер, Артур, очень нравится ваша работа, спасибо большое за ваше творчество, у меня возникает такая проблема, отрисовываю картинку в ЧБ, когда прорабатываю освещение и тени, слишком сильно зарываюсь в черное и белое, получается грязь, и на покраске выходят грязные тона, как к этого избежать, что посоветуете? Вот, теперь понятно. Вот, как раз, ну, бывали у меня тоже подобные проблемы, и специально для этого я разработал свою систему, ну, по покраске тонов, то есть, я не беру какие-то черные цвета, к примеру, вот такие, чтобы положить вот здесь тень, для этого я использую, ну, приблизительно середину для собственной тени, вот, и впоследствии, ну, для каких-то вот, допустим, для труднодоступных таких уже участков я беру еще темнее цвета, именно чтобы картинка не выглядела черной, поскольку, ну, таких труднодоступных, допустим, мест не так много в картине, вот, ну, которые у нас такие прям черные, в картинке не будет перенасыщения таких темных тонов, то есть, к примеру, вот рот я покрасил, ну, раньше времени, потом обычно делаю, вот, то есть, взял, допустим, ну, у меня вот тут уже заготовленное, закрасил вот темным, допустим, первым отделением, так сказать, слоем, и чтобы, ну, по объему не указалось, я беру наполовину еще темнее, и уже в более мелких местах закрашиваю, то есть, не всю снова вот так закрашиваю, а только еще где-то в темненьких местах именно акценточками такими, и естественно, вот этот темный цвет я ни в коей мере не использую, ну, в обычных своих нападающих тенях, в итоге, ну, как бы, картинка не чернит, поскольку у нас серый тон, ну, тень, она всего лишь половина от общего тона, вот, и, как бы, ну, со временем начал вот использовать именно такую систему. Шикарно. Слушай, ну, просто я смотрю, как она сейчас вырисовывается, ощущения отличнейшие. Я думаю, что мы даже вполне успеем, у нас только час прошел, а уже объем такой ништяк. Так, ты сейчас перейдешь... Эти градиент мэпы хороши, как бы, да, что вроде бы потратил какое-то время на тона, вот, а градиент мэпа, они уже все остальное там сами доделают, наложат цвет, оттенки, разные оттенки, причем, вот, в этом обычно, ну, как бы, чувствую, что раньше была проблема при покраске, там, допустим, оверлейме, что ты, когда красишь оверлеем, ты там, ну, красишь только определенной, там, допустим, широкой кистью, здесь, покрасил там каким-то коричневым оттенком, ты не можешь там свет покрасить другим, ну, я раньше не мог, вот, а сейчас ты градиент мэпом задаешь, допустим, для светлых участков такой один оттенок, для темных другой, и, то есть, ты можешь свет делать одного цвета, а тени другого, и картинка получается на живее. Так, сейчас мы перейдем с тобой к теням, то есть, ты уже перешел к теням, падающие тени, да, будешь прорабатывать, да, ты сейчас тоже будешь, опять же, от общего к частному идти, то есть, сначала крупные тени, потом мелкие и так далее. Приблизительно так, да, то есть, беру с палитры тон, который, вот, половинка и все, и начинаешь спарить, к примеру. Вот, еще как бы существует такое поверье, что в картинке что-то должно преобладать, либо свет, либо тень, то есть, там, в этих разговорах Миньёлу подключали к этому, ну, как пример, что он идеально этим пользуется, вот, то есть, стоит взять на вооружение, чтобы картиночка имела какой-то акцент все-таки цветовой, или наоборот, теневой. Вот, и, собственно, сейчас я начинаю прорабатывать падающие тени. Ясно. Тебе привет от Дениса Пампухи, он пришел на стрим, сказал, что именно давно после общения с тобой принял решение заниматься тем, чем занимаюсь. Это мило. Спасибо. Мне очень приятно. У тебя, кстати, сейчас смех на него был похож. Да ладно? Да. Мы похожи, наверное. Ну, нет, внешне совсем не похожи, на смех похожи. Так, Я сейчас просто наслаждаюсь орком. Мне, знаешь, как сюрприз, что же будет дальше, что ты будешь делать. Потому что я пытался угадать, где ты будешь прорабатывать ему объем, и тот объем, который сложился, естественно, у меня в голове, это не то, что ты себе представила. Поэтому для меня как это отгадай, где появятся тени, отгадай, где появятся свет. Видимо, да, каждый художник грубый скетч видит по-своему, как он в голове заложил, и не каждый потом может разобрать. Поэтому в геймдеве нужно все четко делать, чтобы моделеры потом не ломали голову и делали то, что вы хотели. Потому что бывало, что вроде сделаешь одно, покажешь моделеру, а он, бац, думал, что там все иначе форма шла, и все иначе. Кстати, позволь еще уточнить, у тебя в свотчах помимо серого и черного есть еще синий. Это так задумано или это специально, потому что синий бренд? А, у тебя тут... Слушай, ты просто... Все, вопросов нет. То есть, хопа, и огромный просто пласт. Вот этим свотчем, наверное, много лет уже их когда-то там взял, подумал, что очень богатая, красивая палитра. Но в итоге как бы пользовался просто вот именно на глаз. представлением вот этим. Вот. Вообще, этот фотошоп я совсем недавно отрыл, поскольку я пользовался CC14, по официальной подписке, все дела. Вот. Но с каким-то обновлением они, короче, повысили системные требования для фотошопа. У меня где-то, по-моему, 256 видюха, а они сделали, что нужно 512. Я там писал в техподдержку, спрашивал, почему у меня фотошоп не работает. Вот они выяснили. И печальные. Вот пришлось мне, блин, пересесть на CS5, наверное, это у меня даже не 6. Это печально, потому что я уже привык ко многим полезным фишкам из CC14. Вот. и приходится немножко мучиться без дополнительных каких-то фишек. Например, в CC14 можно маске вот такой задать в флоу, то есть, чтобы она автоматически, ты рисуешь жесткой кистью, она автоматически делает, допустим, мягкую. Вот, здесь этого нет, здесь он какую-то ерунду мне выдает только. Плюс в 14-м полезная фишка то, что можно целой группе слоев задать стиле, ну, стиле слоя, то есть там падающие тени и, ну, все подобные фишки, которые люди любят. Вот. А здесь он опять же выдает какую-то ерунду мелкую. Вот. Это печально, потому что за время работы я привык к этим мелочам. Ну, во время там работы над картами, там куча-куча всяких полезных штучек делалось. Вот. Ну, когда-нибудь я себе компьютер обновлю. Мне уже тут в личку пишут, что скинемся Артуру на новый компьютер. И, кстати, вот Катерина, которая спрашивала, спрашивала, а почему не ПК просто? ПК же проще. Ну, не сказал бы, что ПК проще, на самом деле. Я последний раз на ПК сидел в 2008, кажется, или 2009 году. Ты работаешь сейчас на Маке на работе в том числе? Да, на работе. У меня ноутбук Мак дома, комп, iMac этот, моноблок дома. Вот. И как бы, ну, собственно, ничем другим я уже и не работал давным-давно. То есть, ты такой прожженный яблочник, да? Да, много фишек полезных знаю. Вот. Есть чем побаловаться здесь. То есть, на Маке реально проще, ну, ну, то есть, я не знаю, как сейчас на Винде, может, там дофига всего полезного, но на Маке очень легко, допустим, делать скриншот и сразу его скидывать там прям куда-нибудь в сообщение или еще куда-то. То есть, случаются такие моменты, когда нужно. Плюс он, мне кажется, меньше глючит. Может, это, конечно, уже стереотип, что Винда глючит постоянно и вылетает. Но вот на работе с девушкой сидим рядом, у нее постоянно там какие-то программы вылетают. Не всегда успевает она сохраниться. Вот. А я сижу и смеюсь тихо. Надеюсь, он не узнает об этом. Вот. Такие дела. Но проблема, конечно, что нету каких-то там программ определенных. Ну, есть, извините. Так, что-то я задумался и про объем забыл. Вот, собственно, сейчас теневую, теневую, так сказать, элемент накладываю. Не самый темный, а такой более-менее рассеянный, какую-то падающую собственную, собственную тень. Так. Это у меня новенький слой, свеженький. Вот, то есть сейчас, допустим, у меня здесь были какие-то еще элементы, типа вот шва, но их попутно так закрашиваю. Главное запомнить, где они были, чтобы потом можно было их вернуть, нарисовать. Так. Ну, и то есть, вот я, когда с помощью слойчицов вкрашиваю, не беру там на глаз светлый какой-то участок, здесь не кликаю. Я только беру вот этот, который у меня уже заготовлен, чтобы везде-то он у меня был тот, который мне, собственно, нужно. Так, вот здесь, допустим, у нас в тени будет. Все. И вот базовый тон, который у нас был такой сероватый, чуть выше середины, его в итоге можно оставлять. то есть, то есть, ну, где-то там будет проглядывать. Это все равно не светлый участок, так что он тоже будет чуть-чуть темнее тени, ой, темнее свет уложиться. Вот. И будет, ну, играть свою роль. Вот. К примеру, сейчас вот рисую здесь, и здесь у меня, по идее, вот тут тень. вот. Сейчас я покрашу вот здесь такой, сделаю градиентик легкий, там по объемчику положим. Вот. И сейчас докрашу, что я расскажу, что и. Так. Вот, чтобы, допустим, вот здесь не вырисовывать, сейчас можно взять вот мягкую кисть, жахнуть вот так, потом там дополнительные всякие мазочки наложить еще. Вот здесь у нас типа тенюшечка. Вот. И чтобы эту границу как-то разбить, но в то же время здесь не возникало какой-то черноты, сейчас вот создаю новый слой, чтобы не заморачиваться. Вот. И беру теперь темный, темный цвет, вот такой, половина от середины, собственно. И, допустим, вот здесь вот так прям смело жахаю. Жах. Вот. У меня есть, ну, то есть сейчас видно, что это какая-то неаккуратная мазня, но вот быстрым нажатием горячей клавиши, я сейчас же, ну, так я обычно еще быстрее действую, вот, создаю маску, и, собственно, по этой маске я сейчас могу закрасить то, что мне, допустим, не нужно. Либо, как я обычно делаю, я закрашиваю полностью маску черным цветом, то есть делаю невидимую, и уже видя свои контуры, я, ну, по маске просто вырисовываю. Отлично. Слушай, это прям новый способ Ambient Occlusion, потому что многие Ambient Occlusion рисуют с нуля, и потом у них возникает проблема, как же аккуратно, сохраняя контуры, делать его. Отличный способ. Слушай, читинг, читинг. Вот, и поэтому, ну, чтобы не плодить свои, я после вот этих действий сливаю просто, и, допустим, делают сразу же новый свой. Шикарно еще. И опять же, вот здесь вот этот Ambient Occlusion под цепями можно вот наложить вот так. То есть вот такие темные элементы создают исключительно, ну, только в некоторых местах, где мне нужно показать там контраст или вроде того. Слушай, ну просто отличный метод, отличный читинг. Что-то Алекс на игре, который у нас был, он совершенно по-другому, он просто руками все это делает, а у тебя метод позволяет сохранить контур, особенно если контур уже красивый получился контур, красивые линиеры, и ты не хочешь ее там перезакрашивать. Да. То есть вот этим маской хороша, что, допустим, я могу здесь потом накрасить, но у меня сохраняется изначальный рисунок, если он там аккуратный или неаккуратный был. Вот так, но вернемся к обычным теням. Так, собственно. Мисс Кузи. У меня тут лишние звуки. Ничего. У меня просто... Ты можешь назвать меня, знаешь, как это... Как в Игоре Престолова в серии предатель. Я объясню, почему. Потому что купил себе новый телефон, и он андроид. Поздравляем. андроид. Я не могу заставить... Счастливый обладатель андроида, да. Не могу заставить эту сволочь заткнуться, когда мне нужно. В общем, еще нифига не разобрался, поэтому... А почему андроид? Ой, да просто... Ты знаешь, как вот рассказывал то, что арт-директор на предыдущей работе... Я объясню, к чему этот рассказ. Он говорил, что ему там не дали визу в США, он расстроился и пошел купил себе синтик. И мы потом шутили, что чтобы у вас была такая возможность так вот расстроиться, просто выйти из дома и купить себе синтик. Я тоже что-то расстроился, что мне тормозит телефон, просто зашел и взял здоровенный лопатник себе. Нормально. Здоровенную лопату, которую можно сначала убить, потом закопать. Ну, никак не с ней. Многофункционально. Да. Многофункциональная лопата. На ней, кстати, еще рисовать можно, как я выяснил. Даже не так плохо, как казалось, что на телефоне. Вот. Я бы себе для этих целей хотел айпад купить. То есть, я видел, как Джон Полидора рисует на этом. А, я тоже видел. То есть, не в прямом матери видел, конечно. Но он рисунок укладывал и очень круто прям. Не отличить от обычного рисунка там CG. Вот. И прям захотел только попробовать хотя бы, каково это вообще. пока что непонятно, каково. Зинек не накопил. Так, вот, тенюшечки, тенюшечки. Тенюшечки, тенюшечки, окей. Не, на айпад, да, но я просто, мне понравилось, как чуваки рисовали на айпад про, то есть, на большом айпаде. Не на маленьком, а именно на айпад про. Это больше, чем обычный? Да, 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 айпад про, который размером просто, ну, если сравнить его с планшетом, он размером с интус L, вот так вот. Ничего себе. Да. Не знал. Айпад про, да, его, по-моему, год назад уже показали, в общем. И вот на нем, как раз, чисто за счет размаха, тоже видел, так чуваки рисуют, интересно. Там даже был такой ролик на каком-то канале, чтобы не соврать, не куб брашно, вот тоже какой-то по CJ, американский канал, там ребята сделали шуточный ролик, что типа там выходят такие, знаешь, типичные, ну, стереотипные художники на пленэр, такие в беретах, там, с усами и так далее, вместо, и достают, короче, ставят, собственно, раскладываются, и вместо мольберта ставят айпады, короче, и все рисуют на айпадах на пленэре. Да. Прям ролик вот один в один описывает. Вот, собственно, сейчас я рисую бровку и по идее, как бы бровь, моему, так сказать, план должен быть темный, то есть черный, но объем я все равно кладу, ну, как бы по обычной своей системе, светлые, там, тона темные, вот, и просто, ну, темным ее потом сделаю исключительно градиентом эпами, вот, поэтому у меня рисунок такой, сразу не передает материальности по тонам своим, только повторюсь, вот, если, ну, золото или металл делаешь, там, то есть, отражающую поверхность сохраняешь, то есть, возможности отражающей поверхности, там, рефлексы всякие, резкие, вот, но сейчас бровка такая вот сливается, немножко, ну, так и задумано, так, пока там есть какой-то вопрос, вопросов немерено, сейчас я просто не хотел тебя перебивать, так, ну, откроем же наш прекрасный список, их еще больше, снова, господи, ты будешь думать, артур, артур, можете показать, какой уровень скилла у вас был, когда вы начали активно зарабатывать цифровой живописью на жизнь, вот, спрашивает человек с ником неудачница, сейчас я не знаю, показать или нет, то есть, если, ну, зайти там на Девиантарт, где-то в самом начале моей галереи должны быть, ну, как бы, работы из Игры Королевства, то есть, это было как раз на заре моей карьеры, когда я только устроился в сказку, вот, сказка, кстати, я там читал комментарии, спрашивали, что за сказка, это раньше была такая студия игровая, вот, собственно, делали они игру Королевства, потом Преступная Империя, и, по-моему, на этом у них закончилась карьера, но закончилась она из-за того, что у нее было два хозяина, вот, и они, короче, решили заняться каждым своим делом, и распались на RG Games, и Mimimi Games, то есть, Петр Харитонов, Максим Максимов, вот, я остался с Максимом, и мы стали называться... RG Games, RG Games, да, как бы, вроде бы другая фирма, но, учитывая, что я особо, ну, из одной фирмы в другую не перескакиваю, я все равно считаю, что это все одна фирма, одни игры делали, хотя, ну, как бы, по закону игры у них разные, как бы, студии, но у меня так теплые отношения сохранились, со сказочкой, вот, а сейчас это Rocky Jump называется, снова стали студией. Снова стали студией, кстати, вот, опять девушка пишет, по имени Мария, сложно ли попасть в вашу компанию? Ну, по сути, не сложно, то есть, если человек обладает определенным, так сказать, набором навыков, то есть, там, знание, допустим, анатомии, не самое важное, но приветствуется, то есть, чтобы не совсем анатомия была такая, поверхностная, вот, самым главным аспектом является цвет и объем, то есть, чтобы цвета, допустим, были довольно чистенькими, такими возможностями разнообразными, вот, не сухими, и объем, как бы, знания тоже нужно, чтобы грамотно, ну, как бы все было, вот, если все есть, то попасть к нам не так сложно, то есть, даже не обязательно иметь какой-то, ну, сверхъестественный, такой уникальный стиль, главное, чтобы знание было по свету, свету, и немножко по анатомии, и тогда милости просим, но сейчас, к сожалению, у нас уже, ну, как бы, не закрыто, вакансия, мы, как бы, всегда ищем, но на проекты уже людей сажали, это некуда, то есть, люди, которые нам со скримскула понравились, все отлично, но вот сажать их пока что некуда, и они пошли в резерв, то есть, в случае чего, если появится вакансия, то как бы будем брать, вот, А вовсе много человек работает? По-моему, порядка 160. О, ну, то есть крупные. А художников сколько? Я знаю, что мы просто, ты не един, далеко не единственный, как ты прекрасно знаешь, с кем мы знакомы, из РДжей Геймс, и вот радостно и счастливо назрел вопрос, сколько же у вас художников в итоге, потому что противоречивые сведения, я вот получаю, сколько у вас работает художников? Вот на самом деле не считал, давно перестал считать, на самом деле, вот. Сбился со счета? Так много? Да, потому что, ну, раньше у нас было там порядка, наверное, может, 12 художников, какие-то времена, а потом, ну, начали набирать все больше, 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 новые проекты, причем рассаживают, ну, как бы по разным уголкам офиса, по проектам там рассаживают у нас. Ага, то есть у вас художники не все вместе сидят? Нет, да, у нас по проектам там сидят рядом и моделеры, и там продюсеры, и геймдизайнеры, вот, и художники. Раньше сидели все вместе, было здорово. Ясно, сейчас по принципу разделяю властвую, да? Да, вроде того, чтобы, наверное, сидели рядом, вдохновлялись общим делом, как бы, именно общим проектом, вот, чтобы видели, что там делают, там, допустим, геймдизайнеры, программисты, хотя, мне кажется, мало кто поймет, что там делают программисты в своих циферках, вот, ну, такие дела. Так, а какой там вопрос вообще был? Вопрос был про показать уровень скилла, когда вы начали активно зарабатывать цифровые живописи на жизнь. А, давно вопрос уже. Да, но он давно, но ты же не показал картину. Ну, я могу, я могу. Мне придется браузер включить. Ну, включи браузер, почему нет? Это быстро, конечно. Ну, главное, что у тебя там порно не вылезло, потому что, в общем, все вылезли. Ну, если это поварит, это референс, ты же знаешь. Ну, да-да-да-да-да, это святая отмазка, я помню, как мы придумывали то, что можно запускать абсолютно любую порнуху на работе и говорить, что нет, я. Ну, картинка. Все-таки видео не работает, не попадает под это. Это под статью попадает. Тебе от Олега Шаховцова, от Лешева привет. О, приветик. Рад слышать. Так, вот, собственно, это, наверное, да, последняя страница. Последняя страница и какая работа? Так, ну, давай, к примеру, вот это вот работа, временка, это я уже вижу, что это она какой-то игрушке сделана. Да, это вот игра королевства, сказка. Вот. А совсем каких-то старых у меня, по-моему, не осталось. Вот это один из очень стареньких, который мне в свое время нравился, но сейчас вижу, что на самом деле... Он напоминает Ice King из этого, из Adventure Time. А, из Adventure, тогда еще не знал об этом мультике. Ну, тогда еще не было, по-моему. Именно из Disciples вторых там ледяные были гиганты. Вот. Но на самом деле, когда я только устроился на работу, уровень у меня был совсем низкий. То есть я в CG вообще работать не умел, я сидел там пару дней, рисовал, ну, какого-то одного персонажа, красил там, пытался объем сделать. Вот. Со временем, конечно, начал расти, и благо, что, ну, люди, которые в коллективе работают, помогали, ну, там, советами. Вот. Ну, главная практика, как бы, сработала. Постепенно, постепенно. Не знаю, сколько у меня это время заняло, но, как минимум, наверное, месяца четыре сидел, абсолютно ерунду делал. Окей. А позволь тогда спросить, а советы или наставления какого художника вообще вот в твоей жизни, ну, можно сказать, любого имеется, больше всего повлияли на твое собственное становление, на тебя в целом, или на твой скилл в том числе? Ну, каких-то таких прям, ну, громоздких советов у меня не было, разве что, ну, постоянно, пока работал в студии, помогали там и Антонеско, и Урсус, и Никонов, вот, те, кто уже там работали, когда я пришел только. то есть они постоянно там что-то советовали, небольшие оверы делали, вот, и как бы, ну, со временем. Хорошо, вот, огромный плюс был тогда, когда мы работали в сказке и делали игру Королевства, то, что у них было очень много иллюстраций в Королевстве, то есть не так много, ну, то есть было, конечно, много всяких там персонажей, именно текстуры делать, но в то же время очень огромное количество занимали иллюстрации, и на них там давали ну, по 3-4 дня, типа, и ты сидишь, иллюстрацию, за иллюстрацией вот так вот именно набиваешь руку, то есть это хорошо. Сейчас, потому что у нас немножко с иллюстрациями победнее, дело обстоит, но хотя бы концепт рисуем. Уже хорошо. Так, вот метальчик сейчас крашу, то есть делают довольно-таки резкие рефлексики, да, и то есть по сути, по-хорошему, когда рисуешь металл, нужно учитывать объекты, которые рядом с ним находятся, как они будут там рефлексировать, к примеру, вот от кожи там, от футболки, то есть, к примеру, темкие. Это опять же нужно изучать, там смотреть, как отражает, естественно, если вот здесь, допустим, у меня темная футболка, и на металле будет такой довольно темненький свет по грани. Если там какой-нибудь яркий элемент, к примеру, вот как в данном месте, вот здесь вот, здесь находится плащ, он там как-то дает, ну, светлый такой рефлекс. И, естественно, вот в этом месте, то есть, вот здесь, я поставлю светлый блик, поскольку, ну, поскольку, собственно, я зритель, я смотрю на этот металл, и я представляю, что он отдает рефлекс именно от того, как я его вижу. То есть, если я смотрю вот сюда, а мой взгляд от металла, собственно, отражается вот в эту, ну, то есть, я смотрю вот отсюда, он отражается сюда, и, естественно, я вижу то, что находится вот здесь. Допустим, если сюда падает свет, то он, естественно, как-то воздействует вот так вот на металл, тем самым дает, ну, блик там какой-нибудь. То есть, это нужно учитывать, чтобы ему с умом металл вырисовать. И чем больше, ну, каких-то оттенков разных металлей, тем он выглядит, ну, живее. И похож, ну, как бы реально на металл, а не на пластмассу или глину. Но это нужно постоянно, как бы, об этом думать просто и набивать руку. Со временем, как бы, когда вы уже там будете все прошарены, вы будете это делать на автомате, реально, ну, очень быстро. Не тратить много времени на это. И не задумываться. Да, абсолютно не задумываться. То есть, собственно, так люди быстро рисуют, они сначала медленно изучают что-то, набивают там базу, каких-то знаний, а потом уже, зная это, одним мазком могут сделать какую-то красивую фичу с гагулю. Вот. Поэтому набивайте базу ребятам и девчатам. Мальчики, девочки. Вот. Так. Как спокойно еще малышин сказал, мальчики, девочки. Но мы еще не завершаем. Так, я все еще делаю тень. Надо об этом не забыть. Так. Собственно, вот здесь у меня будет легкий такой светленький участок, не прям свет, но легкий. чтобы объемчик как-то показать. Слушай, мне просто нравится вопрос от Смока. Вообще, Смока у нас один из самых лучших задавальщиков вопросов, вопросителей. Есть ли способ перенастроить себя на получение удовольствия от рисования? А то начинаешь рисовать и процесс превращается в дикий пот или это стандартная ошибка новичков из-за нехватки скилла, насмотренности и так далее. Как вы пришли к релаксу от рисования? Ну, скажу честно, я так и не пришел к релаксу от рисования. По крайней мере, не всегда он у меня наступает. Просто со временем как бы это все превратилось для меня реально в работу. Вот. То есть рисование. Раньше, когда учился, допустим, в школе, ты рисовал, ну, чтобы отдыхать. Сейчас ты рисуешь, потому что тебе надо работать. И как-то же меньше удовольствия получаешь. Вот. Но в последние как бы, ну, там, недели, может быть, месяцы, я как-то стараюсь не гнаться именно за временем, за тем, что мне нужно огромное количество там объема закрасить какого-нибудь персонажа, там, бэк. Я просто, ну, включаю, как бы, естественно, музыку, сажусь в удобней и начинаю, именно, когда рисую, думать о том, что я делаю. То есть, как у меня вот тут объемчик будет лежать. и пытаться как-то по-интересному именно его, ну, положить, может, не совсем стандартно. Именно, чтобы мозг работал. Вот. И, ну, как бы, просто самого себя заставлять наслаждаться, что ли, этим. Тут дело привычки. То есть, буквально, мне кажется, месяц вот так рисовать, интересоваться главное чем-то. И все будет как бы на постоянной основе так. Главное, что-то новое узнавать, пробовать, чтобы тебе, ну, постоянно было интересно что-то, а не на автопилоте там как-то красить. Вот. Поэтому я как-то так стараюсь, допустим, когда один элемент крашу, думать там об объемах, о том, как можно форму повести, чтобы было не скучно. Вот. Кстати, вот форму повести, чтобы не скучно, вопрос сразу в тему. Яна спрашивает, как добиться динамики формы в общем и в частных формах внутри общей формы? То есть, динамика, например, отдельных элементов внутри общей формы, там вот у тебя одновременно динамика идет челюсти, зубов, носа, глаз и так далее. Расскажи об этом поподробнее, как себя натаскивал на это. Ну, то есть, это все опять же от комиксов пошло, там же они такие все время от времени гипертрофированные ребята. Вот. И опять же, на практике нужно это все прихватило кочку. Так, на практике нужно делать, допустим, сейчас отдельно нарисую. Вот, к примеру, у нас есть персонаж, которого вы нарисовали вам по приколу, он такой весь красивый. Вот. И вам кажется, что нормально. Постарайтесь прям не назло, а специально взять и сделать какую-то более кривую там улыбку, там, прям утрированную такую, и просто потом посмотреть в сравнении на то, что у вас получилось и то, что у вас было. И если все прошло как бы удачно, вы увидите, что куда более динамичная форма выглядит гораздо лучше. и впоследствии вы уже будете как бы это учитывать заранее и рисовать именно уже такие более гротескные какие-то элементы. Вот, к примеру, на данном моменте, на вот этом силуэте сейчас покажу, что вроде вот есть какой-то силуэт, но можно взять и чуть более может резкие перепады сделать там между ну как бы формами, чтобы избежать какой-то более-менее такой прямой линии, пусть она даже непрямая здесь. опять же, допустим, ухо здесь такое, взять здесь чуть-чуть и загнуть вот так, здесь сделать вот так вот. Ну там какой-нибудь котеловочек, то есть избегать прямо вот ну какой-нибудь вот такой линии, делать там чуть более вот такую вот, более резкую. То есть это нужно руку набивать, это нужно смотреть, допустим, у разных художников, как они делают, анализировать. То есть именно чтобы в следующий раз у тебя уже в голове была такая тема и ты мог сразу, допустим, ее сделать. И опять же, если вам кажется, что у вас форма простая, попробуйте ее прям на зло это ну утрировать и посмотреть, что из этого получится. Если вас попрет, вы иначе сделали все правильно, к примеру, вот я такую сделал форму и в сравнении видно, что она до этого была более спокойная. И тут уже ну как бы от вашего стиля зависит. Хотите вы делать так, либо делать еще более там оперированно, к примеру, вот сейчас улыбочку ему растянуть прям вот так. подтянуть больше эти, там щеки, добавить какие-нибудь складок здесь. Прямо Джокер получился. Да, вот, то есть с этой стороны так же там, допустим. Вот, такая улыбка получилась. А до этого она была чуть более, ну, уже видно, что она чуть более такая скованная, что ли. То есть можно дальше, дальше еще стремиться что-то делать, я не знаю, это оставить, не оставить. А, ладно. А, оставлю. Вроде неплохо выглядит. Вот, собственно, мне приколол, что получилось. Это забавно. Это как это, а вот сейчас, дорогие детишки, перед вами был пример творческого поиска. А, оставить, не оставить, а оставлю. Просто мужскую стриму оставлю, давай, бегаешь дальше. Ну, собственно, да, сейчас тогда все свои солью опять персонажа, чтобы уж отступать было некуда и нечего было жалеть. Позади Москва, да. Да. Вот, и как бы, ну, таким образом и стиль будет вырабатываться, то есть, впоследствии будете более динамичные картинки делать. Такой вот творческий рост. надеюсь, ответил на вопрос, дал какой-нибудь совет. Так, я делал тени. Тени вроде бы уже все закончил, тут внизу что-то есть, но пока что так оставим. Так, тени металлички. Вот, и вроде бы тени, тени все сделал. Так что, сейчас перейдем уже к светлым участкам, к хайлайтам всяким. и к глубоким теням. Так, собственно, вот здесь пока что у меня все серовато выглядит вот в этом моменте, то есть, какое-то общество. Но там как раз я буду сейчас добавлять уже более темненьких элементов, только в определенных местах. Окей. Тут Никита спрашивает, я надеюсь, кстати, что это был Никита Былатов с вопросом. Артур, есть ли в планах на будущее работать на себя? Спасибо. На кого работать? На себя. Ну, то есть, не на компанию? Нет, нет. Это определенно нет, потому что, ну, в связи, так сказать, с некоторыми моими характеристиками, я, ну, довольно ленивый и неорганизованный человек, вот, поэтому мне не хватит мотивации, как бы, ну, именно на фрилансе и с цеплины. Ну, и на фрилансе какой-то там свой проект типа начинать. На фрилансе не хочу приходить, только потому, что, как бы, ну, у меня есть какой-то постоянный заработок на официальной работе, вот, на которую я хожу каждый день, и мне этого пока что хватает. Вот, и зачем там что-то искать, ну, постоянно какой-то фриланс. Плюс, дома меня постоянно отвлекает, учитывая, что у меня жена и маленький ребенок, кот, собака, и надеюсь, что все. Тед Федор, песокот, просто, да. Ну, ксен отвлекает, плюс у меня, надеюсь, я не единственный, конечно, такой, у кого сразу находятся какие-то важные дела, когда он остается дома и когда надо рисовать, ну, работать. Сразу хочется с собакой погулять, хотя этого особо не хочешь никогда делать. Пропылесосить, там, посуду помыть. True story, бро. Вот просто три слова. True story, бро. Я понимаю твою боль и разделяю ее. Вот, я не один. Привет, привет. Поэтому на фриланс я вообще не хочу ходить. Так, все, перехожу к хай-вайтам, вот беру, собственно, уже светлые такие участки. Это у нас половина была цвет общий какой-то. Теперь беру хай-вайт и там какие-то прям акценты ставить и, ну, всякие блики, а потом уже самые темные места пойдут. То есть, самое темное в финале будет? Ну, да. Можно, конечно, и попутно, но чтобы картинка вырисовывалась и как-то мотивировала, можно и так. Вот. Плюс, ну, как бы, всегда анализируйте, ну, чужие работы и то, что, допустим, у вас плохо получается. Там, как объемы лежат на лице, где там светлые участки, где темные. Вот. То есть, интересуйтесь. потому что пригодится. О, да. Так. Интересный вопрос задает, по-моему, Катерина, по-моему, та же самая, которая у нас сегодня 90% вопросов задала. А сейчас, скажите, пожалуйста, а сейчас Артур, ну, нет, туториалы, да, я тоже задавал вопрос. А, вот, вот, уточнение вопроса. Какую новую фишку или прием Артур усвоил из стрима или туториала за последние полгода? Из чужого стрима. из чужого, да, то есть, из чужого, именно из туториала, то есть, там, за последнее, вот, что-нибудь новенькое узнал. Ну, как минимум, градиант мэпа. А градиант мэпа недавно только, да? Да. Ну, как они начали направляться, они сравнительно недавно. То есть, до этого там красил как-то по обычному, мягкой кистью, типа, большой такой, создавал форму, ну, я выкладывал там всякие видосы, видно. Да, 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 видосы помню очень хорошо. Все видосы твои были, честно, зарепощены, залайканы и так далее. Спасибо, Академия. Спасибо Академии, да, спасибо. Вот. А так я даже, ну, как бы, не могу сразу вспомнить, что там было полезного, потому что, ну, как бы, вроде смотришь, какой-то мелкий фьючер запомнил и применяешь, в работе, а так вспомнить про нее сразу, допустим, не можешь. Но что-то было, что-то было, скажу честно. Вот, кстати, тоже вопрос, почему персонажи, а не окружение, запятая, хочется ли сейчас набашить какого-нибудь окружения 300 килограмм? Так и звучит вопрос, ничего не соврал, вот. Пытался полюбить окружение, но как-то не стоит, не лежит на него, вот. То есть, персонажи интересные для меня именно. Слушай, вот этот харизм у него. Ты меня прости, пожалуйста, но вот это я выдерну из контекста и просто у меня не стоит на окружении. Артур Гемальдинов, собственно, 5 августа. Я еще сказал, не лежит, не лежит. Ну, в общем, да. Нет, я выдерну из контекста еще больше, чтобы у нас было прям, знаешь, на YouTube такая подпись художника под картиной. Шикарно. Ладно, а если шутки в сторону, спрашивает Смоук, опять же, можете подсказать новичку, как видеть объем, а не пятна, когда рисуешь? Извечная проблема не фагом. Объем, а не пятна? Объем, а не пятна. Но я так понимаю, что здесь речь идет о том, что когда начинаешь прорабатывать объем на лайне, у тебя реально получаются какие-то просто цветовые пятна, вот, то есть, которые как шарики на теле. Какой-то пайплайн себе выработать. Раньше я заливал, ну, когда у меня есть лайм, я заливал все одним цветом, ну, плоским, именно по материалам, там, какие у меня цвета есть, вот, и то есть у меня, ну, опять же, это уже все бывало у меня, видос, вот, то есть у меня уже были плоские такие, но жесткие заливки. И уже относительно каждого вот этого цвета, сейчас, не знаю, не покажу нигде, наверное, попробую, может, найти что-нибудь сейчас. И уже, как бы, ну, на каждом отдельном цвете я, учитывая, там, дополнительно какие-то тона, брал и красил. со временем, как бы, только начало поучаствовать там в тени как-то брать нормально. Так. Challenges, lectures, интервью и так далее, прям, ох. Создал себе немножечко, вот, например, этого типа. Окей, не знаю, что он мне спросил. Оставить слои в порядке, то есть, имеется в виду, не мешать слои. Или, по-моему, там совместимость была. Окей, какой поц. Что-то, 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 что-то похоже вообще на верехинские какие-то эксперименты. А это, я не знаю, это что-то, хотел что-то нарисовать, но не знал, как бы, что и начал какую-то такую несуразную ерунду делать. Вот, собственно, приблизительно, ну, тут, конечно, немножко по-другому мне план построен, но приблизительно вот так вот выглядело раньше, когда я поверх лайн заливал одним цветом. И потом уже, допустим, вот на примере этого кармашка брал, допустим, цвет, смотрел, какой здесь. И, ну, главное, это не брать в этой же, так сказать, в этом же цвете, а немножко по то, по оттенку скакать, чтобы, ну, картинка жилей была. Например, вот беру такой, могу ввести там чуть более в желтый и сделать светлее. И начинал уже относительно именно, ну, вот этого, допустим, цвета, этого кусочка как-то вот так красть. И, ну, вот так вот проходила вся работа. Там, допустим, потом в тенях брал чуть более красный оттеночек, там, потемнее, может, чуть-чуть обесцвечивал. Там в тенях начинал, типа, жарить. И вот так, ну, как бы постепенно, постепенно, постепенно. Вот, поначалу для меня это, ну, как поначалу, когда я в сказке только работал, вспоминаю, что на самом деле, да, было тяжело красить там объемы, оттенки, но это все со временем приходит на практике, то есть нужно много рисовать. оттенки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!